Правительство и Нацбанк примут все меры по обеспечению стабильности на валютном рынке в связи с ослаблением тенге. Об этом заявил сегодня министр нацэкономики. Как известно, курс доллара в обменниках превысил отметку в 530 тенге. Ослабление национальной валюты связано с глобальным усилением доллара, снижением цен на нефть и падением российского рубля, подчеркнул Нурлан Байбазаров. Для сдерживания инфляции будут предприняты меры по регулированию тарифов, защите конкуренции, снижению зависимости от импорта. И также он отметил, что благодаря таким действиям годовая инфляция в Казахстане по итогам 11 месяцев составила 8,4%. Все соцвыплаты будут индексированы с нового года с учетом уровня инфляции. Так будет осуществлена ежегодная индексация солидарной пенсии на 8,5%, социальных пособий и базовой пенсии на 6,5%. На поддержку 2 миллионов казахстанских семей в социально уязвимых категориях в будущем году предусмотрено почти 900 миллиардов тенге. Ну а всего расходы по 42 видам социальных выплат составят свыше 6 триллионов тенге. Что касается цен на потребительские товары, то Кабми намерен подключать механизмы сдерживания цен на социально значимые продукты. В первую очередь посредством насыщения внутреннего рынка товарами, а насыщаться он будет за счет запасов с нового урожая. На складах стабилизационных фондов, торговых объектов и у сельхозпроизводителей хранятся более 826 тысяч тонн по 29 видам основных продуктов питания. Эти запасы регулярно пополняются с учетом сроков хранения и способны обеспечить потребность страны на несколько месяцев. Для дальнейшей стабилизации цен в зимний период и межсезонье планируется начать разбронирование овощей из стабилизационных запасов уже в начале февраля, что позволит обеспечить рынок необходимыми объемами продукции и предотвратить ценовые колебания.